Здравствуйте, дорогие друзья. Поговорим вот о чем. В Торе часто упоминаются слова, это Хешбон, город Хешбон и сам Хешбон. Кто иврит знает, это подсчет такой. Сефер Харидин книги приводится от имени Заар, в великой книге Кабалы. Комментарий к этой фразе. Там говорится об обязанности человека заниматься самоанализом вечером перед отдыхом ко сну. Каждый день. Нужно просмотреть, как прошел день. Если совершили какие-то неправильные вещи, исповедаться в них, совершить раскаяние, сказать, что больше этого делать не буду. Сказано, что пусть человек поразмыслит, как ему улучшить свой путь на будущее, как избежать препятствия, которые он споткнулся в этот раз. У каждого человека, у каждой семьи есть непохожие испытания. Один сталкивается с экономическими трудностями, один с воспитанием детей, одни тратят время на проблемы со здоровьем. Тогда у других энергия уходит на другие занятия. Каждый человек, это разный мир. Всегда, когда слышишь об испытании, которому подвергается кто-то другой, очень легко сказать, да, это испытание, вы должны его выдержать. Но когда беда приходит тебе самому, не дай бог, не всегда удается выстоять перед ней. И несмотря на это, силы даны каждому человеку. Причем даны несомненно, поскольку Всевышний не насмехается над своими творениями. И не ставить перед ними испытания, которые тот не может выдержать. Короткую историю расскажу. В одной семье родился глухой и немой ребенок. И вот однажды к моралю из Праги пришел человек с вопросом о курице. Он увидел, что курица кошерная. Но вместо того, чтобы, как обычно, дать ясный ответ, он сказал тому, кто спрашивал, иди в такой-то дом, в котором живет глухой и немой ребенок, вот это, и задай ему вопрос этот. Это выглядело совершенно поразительно, но поскольку слова произнесены великим моралем, решили поступить, как он сказал. Ребенку было 9 лет, и во всем городе знали за всю жизнь, но рта не открыл, чтобы произнести что-нибудь, и не слышал ни одного слова. В этот раз он высушил вопрос, посмотрел на курицу и сказал кошерно. После этого ребенок умер. Этот невероятный странный случай стал известен всем. И мораля попросили объяснить, в чем тут дело. И он сказал, вы знаете, в прошлом своем воплощении этот ребенок был большим учителем, знатоком Торы, праведником, который толковал законы. Все дни он занимался распространением Торы, преподаванием, очень хороший был. Но когда он попал в мир истины, через 120 лет, на небеса отрешили, что его надо отправить в рай. Но в этот момент явился один обвинитель. Однажды накануне Шабата, перед заходом солнца, к этому праведнику пришла вдова с курицей. А из-за нехватки времени он не рассмотрел ее как следующее. И постановил, что она не кошерная. На самом деле он ошибся, с учетом того, что у Давы другой курицы не было. Ей не с чем было кушать в Шабат. Из-за этого, несмотря на его великую праведность, на небесном суде постановили, что он должен еще раз пуститься в наш мир. Посмотрите, что происходит. Пуститься в этот мир. Но Раф испугался, он сказал, я боюсь возвращаться в этот мир. И вновь подвергаться испытаниям, вдруг я в этот раз не пройду. Поэтому его доводы были услышаны, сказал Мораль. И суд решил, что для искупления страданий, причиненных вдове, праведник вновь спустится в этот мир. Но быть глухим и немым будет, чтобы не мог согрешить. А вот когда ему зададут вопрос о курице, он ответит, что она кошерная, его задача будет выполнена. И он попал в рай. Понятно, да? Но для нас, живущих на земле, которые видели только одно, только другое, только третье, ничего не понятно. Мы не понимаем ничего, потому что тайна реинкарнации для нас сокрыта. А она имеет отношение именно к нашей работе в жизни. Поэтому вечером человек должен подвести итог, что он сделал. Что он сделал, Бог для меня сегодня, как много хорошего. Сколько радости, что принес. И что я сделал для того, чтобы как-то ответить ему. Написано, в Каббале 40 дней формируется привычка. Не обязательно сразу говорить себе, что я меняю всю жизнь навсегда. Да, это может испугать сидящего внутри. До начала 40 дней. Психологически проще принять 40 дней, чем навсегда. А через 40 дней посмотри, что поменялось в твоей жизни. Понравились ли тебе эти изменения. Потом дай себе срок, полгода, еще раз проанализируй. Постепенно в переходе вот это будет намного легче. Написано так же, как в любом торговом предприятии в этом мире. Раз в году делают большой капитальный подсчет товаров. То есть то, что каждый день мы подсчитываем свою жизнь, понятно. Но раз в году человек должен устроить себе нечто генеральное такое. Не четверть часа, не час. Он должен восстановить весь привычный ход жизни. И проверить себя, иду ли я по дороге, которая приближает меня к Творцу. И то, что я делаю. Или там хорошее участвует в этом. Голова моя, что изменяется в моей душе. Человек должен проверять себя. Надо себя воспитывать. Но воспитание это не средство, а цель. Вот именно самовоспитание длиною в жизнь, сказали наши мудрецы, и называется полноценной счастливой жизнью. Попробуем это понять. Брахава от слуха.